Хорошо, братья и сестры, тогда у нас вторая часть богослужения – это изучение книги Деяния Апостолов. Я прошу вас открыть 21 главу. Мы сегодня продолжим наши рассуждения, изучая эту главу. 21 глава книги Деяния Апостолов. Наше изучение мы начнем с 27 стиха. Но прежде чем мы прочитаем само повествование, давайте мы немножко вспомним, чтобы могли как-то включиться в то, о чем Евангелист Лука говорит читателям книги Деяния Апостолов. Мы с вами в основном читаем об апостоле Павле. И вот основная мысль или то, что передает нам текст Писания об этом человеке, мы узнаем из его собственных слов, когда он говорит, что у него есть влечение Духа. То есть он понимал, вот какая-то сила, которой он очень хотел остаться послушной. И вот это вот влечение, оно имело определенное направление. Вот Павел говорит, что Дух влечет меня в Иерусалим. Он был миссионером, человеком, который очень много путешествовал по разным городам, по разным странам. Были какие-то места, где он проводил несколько месяцев, несколько лет, несколько недель. То есть вот вся жизнь его как раз-таки была в путешествиях. И вот теперь настало такое время, которое, ну, Господь по-особенному вот так вот работал в его жизни. И он вот это очень хорошо понял. И вот у него было такое большое желание остаться послушным вот этому влечению Духа. Мы с вами также читали о том, что у него было не только влечение или сила, вот которая ввела его в этот город Иерусалим. У него было еще и свидетельство Духа, особенное свидетельство Духа. И Павел понимал, и это пришло от Господа, узы и скорби ждут меня. То есть, с одной стороны, сила, которая вот ведет в этот город Иерусалим, он очень хочет быть послушным этой силе. С другой стороны, вот свидетельство, очень ясное понимание того, что ждут скорби и узы. И вот 21 глава мы даже читали о том, когда еще было такое подтверждение от пророка, от пророка Агава, который сказал, что вот человека, вот кому принадлежит этот пояс, вот так вот свяжут в Иерусалиме. Если вы помните, верующие люди начинают отговаривать Павла, чтобы он не шел в Иерусалим. Ну, как может быть, одно из испытаний этого человека, и все-таки он просит их, чтобы они оставили это, да, потому что ему нужно быть. И вот как раз-таки мы с вами остановились. Вот Николай Александрович проводил эти разборы, когда Павел уже попал в город Иерусалим. Он посетил церковь, посетил братьев. И вот братья в церкви дали ему очень важный совет. То есть им нужно было сохранить мир в церкви и особое понимание, вот понимание людей, которые вот из иудейства обратились в христианство. Они сказали следующее, что ходят разные слухи о самом апостоле Павле, что он неправильно учит людей против закона, чтобы не обрезывали своих детей и не поступали по закону Моисея. И они дали ему такой совет, чтобы он совершил один из обрядов из закона Моисеева. Что сделал апостол Павел? Вот обряд очищения. То есть он прошел обряд очищения, чтобы на праздник Пятидесятницы, ну, быть очищенным быть именно в храме. И вот как раз-таки мы с вами закончили наше повествование о том, что Павел вот прошел этот обряд очищения. Давайте мы прочитаем с 27 стиха, ну, до конца главы. Пожалуйста, проследите чтение. Когда же семь дней оканчивались, тогда осейские иудеи, увидев его в храме Павла, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите. Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и местности его. И при том и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и Эфисянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма. И тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка нашла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас взял воинов, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысячи начальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь, по-гречески, так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? А Павел же сказал, я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного киликийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. «Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так». То есть мы с вами попробуем пройти вот эти стихи. Но вы знаете, я думаю, тоже нужно учитывать, как правильно подойти к этому повествованию, чтобы правильно его понять. То есть мы с вами замечаем, что это, ну, повествование историческое, то есть описывается вот какое-то событие вот из жизни Павла, именно его арест, сначала возмущение народу, потом его арест в храме, и потом 22 глава – это обращение к народу. Вот, ну, мне кажется, братья и сестры, будет очень интересно для нас с вами вот понаблюдать со стороны за тем, что происходит. Вот в каком смысле? Очень интересно вот проследить поведение апостола Павла. Ведь это образец для нас, не так ли? Вот это была часть его служения, оставить пример, которому сегодня можем подражать мы с вами. То есть вот со стороны посмотреть, как вел себя великий Божий человек вот в том, что происходило. Мы даже со стороны можем с вами посмотреть людей, которые окружали Павла, и, может быть, как-то вот попытаться понять их, что происходило в их сердцах и умах, что побуждало их вот поступать так, как они поступали. То есть это наша с вами задача. Хорошо? Итак, 27 стих. Когда закончились дни очищения апостола Павла, осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. Мы с вами читаем о разных категориях иудеев. То есть, если немножко посмотреть 21 стих, тоже говорится об иудеях, уверовавших. То есть были иудеи, которые стали христианами. А вот в этом тексте, скорее всего, говорится не о таких иудеях, а скорее говорится именно о иудеях, люди, которые придерживались иудейского вероисповедания. То есть это были вероисповедания иудеи. Они были из Асии. И можно сделать такое предположение, что вот центральным городом Асии был город Ефес. Поскольку для них был знаком в лицо Трофим, язычник из этого города. И о Павле они что-то знают. Павел в этом городе провел несколько лет. То есть мы делаем такое предположение, что это были именно иудеи из города Ефес. Посмотрите, что они делают. Вот так вот 27 стих говорит нам, что они возмутили народ. Вот здесь очень интересно, братья и сестры, вот как мне кажется, в книге «Деяния апостолов» можно заметить, что это не один только раз, когда происходит возмущение. И мы всякий раз замечаем, что возмущение народа, оно имеет успех. То есть способ противостояния. То есть вот эти вот люди, иудеи, они нашли интересный такой способ противостояния. То есть они пытались возмущать людей. И это было очень часто очень успешно. Вот в чем интересно, вы знаете, братья и сестры, дело в том, что вот противостоять можно по-разному, не так ли? Вот допустим, о Павле они говорят, что он учит. То есть вот такому человеку, учителю, то есть Павел не был разбойником, Павел не был возмутителем, Павел был учителем, человек, который о чем-то учил, что-то преподавал. Вот такому человеку можно было бы противостоять интеллектуально, не так ли? Может быть, ну пригласить его на обсуждение, ну и доказать, что Павел, ты не прав. А посмотрите, они этого делать не могут. По одной простой причине, братья и сестры, что вот людям, вот таким, как Павел, помните, как Стефан, им невозможно было противостоять. А потому что Дух Господень говорил через них. Вы знаете, братья и сестры, делаю такое вот интересное предположение о самом Павле. Вот вы помните, что повествование о его обращении начинается именно с истории Стефана, не так ли? То есть это был человек, у ног которого положили одежда Стефана, те люди, которые его убивали. То есть вот обращение Павла делает такую связь, что оно имеет связь с тем свидетельством, которое имел Стефан. И, скорее всего, Павел очень хорошо это заметил, что у Стефана было то, чего не было даже у самого Савла в то время. Он был очень образованным человеком. Он был человеком, который был тщательно ставлен в отеческом законе. Мы с вами будем читать, воспитывался у ног Гамалиила, а у Стефана было больше силы в свидетельстве. То есть мы замечаем, что вот именно обращение Павла, оно имеет связь со Стефаном. То есть Павел очень хорошо мог заметить, что у него вот такого человека, большого человека, не было того, что было у Стефана. То есть это как-то подействовало на него. И вот мы видим поведение людей, которые не могут стоять интеллектуально, поэтому они возмущают народ. Это очень легкий путь, путь через бунт толпы. Давайте вспомним некоторые места, где это помогало. Ну, мы уже сказали, Стефан. То есть как Стефана арестовали или как Стефана потом, в конце концов, убили через возбуждение народа. То есть опять возбудили народ, напали на Стефана и схватили его. Мы с вами читаем в Антиохии. Антиохия, где иудеи, тоже написано, что подстрекали набожных и почетных женщин. Икония, Фессалоника, Верия, Ефес. То есть, ну, где бы ни был апостол Павел, всегда очень успешным было именно возмущение народа. Давайте посмотрим, вот в Иерусалиме опять возмущение. Как же можно было возмутить народ? То есть, что предпринимают эти осейские иудеи? Через обвинения. Посмотрите, какие обвинения они говорят Павлу, 28-29 стих. Они начинают кричать. Кричать, мужи израильские, помогите. Ну, я думаю, такой крик, конечно, всегда привлечет внимание, не так ли? То есть, особенно в храме, да, и вот такой вот призыв не просто к людям, а именно мужи израильские. То есть, что-то происходит, вот обратите на это внимание, помогите. Вот этот человек, Павел, повсюду всех учит против народа, против закона и против места. Это первое обвинение. И второе обвинение он еленов или греков, или язычников ввел в храм и осквернил святое место это. И дальше написано, что они видели с Павлом Трофима из Ефеса и сделали такое предположение, что Павел привел его в храм. То есть, возбуждение толпы, которая теперь пытается судить Павла. Вот интересно, что толпа очень быстро откликается на это предложение. Очень быстро как-то собираются люди. И посмотрите, вот обвинение похожее на то, что было у Стефана. Есть то, что можно называть основополагающие символы еврейской национальной солидарности. Это, во-первых, народ израильский, затем это закон и храм. То есть, это символы, которые были очень дороги для израильского народа. Это то, что держало их вместе. Это то, на чем стоял вот этот вот народ. Это народ, сам их принадлежность, вот народу израильскому. Это закон Моисея и именно храм. Вот очень интересно, братья и сестры, посмотрите, поскольку Стефана вот обвиняли вот именно в том, в чем обвиняли Павла. Мы делаем такое предположение, что все-таки то, о чем говорил Павел, совпадало с тем, то, о чем говорил Стефан. Мы видим и понимаем, что все-таки люди их неправильно поняли. Точно так, как когда-то они неправильно поняли Господа. А помните, вот Христос, вот не один раз Он как-то делал такие сравнения. В одном из текстов Он говорит, что «разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». И вот тогда люди неправильно поняли и говорили, этот храм строился на протяжении многих лет, как ты сможешь его отстроить? То есть Христос говорил о том, что Он – исполнение закона, о том, что Он – истинное значение закона, истинное значение храма – это Христос. То есть об этом говорил Господь, об этом говорил Стефан, и об этом говорил Павел. И люди вот именно эту весть, они неправильно понимают. Хорошо? Что касается Трофима в храме, я думаю, вы, может быть, помните, не один раз встречались и видели вот изображение, вот, ну, как макет, может быть, вот того, каким был, что из себя представлял храм в Иерусалиме в то время. Храм был разделен на несколько прямоугольных дворов. То есть было несколько прямоугольных дворов, и каждый двор имел какое-то свое название. Вот если говорить о язычниках, о людях, которые не принадлежали к израильскому народу, то у них был внешний двор, который назывался двор язычников. Вот так вот говорят, что дальше за этим двором язычников находился двор женщин, и только потом двор Израиля. Между этими всеми дворами была стенка. А вот что интересно, братья и сестры, археологи не один раз, а я думаю, больше, чем один раз находили вывеску с надписью из Иерусалимского храма. И на этой вывеске было написано следующее. «Ни один иностранец не может войти во двор, который окружает храм. Любой, кто кого поймают, будет сам виновен в своей смерти». Вот это двор язычников, нам с вами можно было бы зайти, но дальше, допустим, двор женщин и двор Израиля, мы бы встретили такое предупреждение. То есть, если вас убьют, вы сами виноваты в своей смерти. Посмотрите, братья и сестры, мы даже видим, вот здесь нужно немножко, как дальше нам это пригодится, вот ревности евреев. А вы можете себе представить, что римляне с их трепетным отношением к исполнению законов, к правам человека, они закрывали глаза на это. Даже если бы вот здесь как-то казнили римского гражданина, то на это римляне бы закрыли глаза. То есть, настолько глубока была ревность вот этих вот людей. То есть, вот это объясняет, братья и сестры, нам с вами вот реакцию людей. Посмотрите, сколько эмоций, сколько чувств, сколько горечи, сколько вот этого желания. Как быстро поменялось настроение толпы, вот как вот это вот единодушие, да, смерть ему, смерть ему. То есть, вот это была ревность у людей. Вот настолько вот много чувств у них было связано именно вот с храмом. И вот обвинение против храма вот для них было очень и очень тяжелым. Интересно, вот когда апостол Павел уже рассуждает об этом, о стенке, которая между иудеями и язычниками. А может быть, думая о храме, он написал следующие слова. «Христос есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». То есть, действительно, в храме была преграда между иудеями и язычниками. И вот апостол Павел, рассуждая о Господе, о том, что он пришел для всех людей, как для иудеев, так и для язычников, он говорит, «Христос – это мир наш», вот который разрушил вот эту вот стоявшую посреди преграду». То есть, вот когда мы пытаемся понять этих людей, почему они себя ведут так. Друзья, братья, сестры, очень много эмоций, очень много чувств у этих людей было по отношению к храму. Хорошо? И так вот, сочетание этих двух обвинений, то есть одно полуправда, да, что Павел говорил, против народа, против храма и против закона, а другое – неправда. То есть, Павел не приводил Трофима в храм, он просто не мог этого сделать. Он не мог этого сделать. И посмотрите, в 30-м стихе написано, что весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. То есть, со всех, ну, не знаю, откуда только возможно было, начали приходить люди. То есть, вот опять столько много эмоций. Что делают люди? Они захватывают Павла, вытаскивают его из внутреннего двора и, вот, как мы с вами прочитали, они пытаются его убить. Ну, это называется линчевание или свершить самосуд. То есть, никакого суда, никакого разбирательства, никаких вопросов, никакой защиты от человека. Вот они уже пытались его, пытались его убить. И в самый последний момент его спасает римская власть. Вы можете для себя представить, что такое тысяченачальник? Тысяченачальник – это командир, офицер войск, которое состоит из одной тысячи человек. Вы можете себе представить, что такое одна тысяча солдат? Ну, может, римских солдат в то время. То есть, вот что происходило. Вот так вот говорят опять сегодня археологи, что казарма вот этих вот римских воинов находилась в крепости, которая прямо находилась на углу храма. То есть, совсем недалеко вот была крепость, в которой находились, располагался вот этот вот гарнизон римских воинов количеством тысячи человек. Совсем недалеко от храма. Поэтому они были вот тогда готовы. Посмотрите, пожалуйста, с 33 до 36 стиха. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял Павла и велел сковать его двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел ввести его в крепость. Когда же он был на лестнице, воинам пришлось нести его по причине стеснения народа. Ибо много народа следовало и кричало смерть ему. Очень интересно, толпа схватила Павла и тысяченачальник схватил Павла. То есть, вот я думаю, опять в повествании можно заметить вот мысли евангелиста Луки. То есть, он очень хочет показать, с одной стороны, вражду евреев и справедливость римлян. То есть, вражда евреев и справедливость римлян. То есть, римляне как-то не могли допустить смерти вот такого вот человека. Вот этот вот крик людей, смерть ему, смерть ему, я думаю, нам напоминает то, что было с Господом, не так ли? Точно так Господу кричали, смерть ему, отпусти нам в Араву. То есть, люди совсем не заботились о том, чтобы проверить обвинение, но как-то дать человеку возможность говорить, они просто кричали смерть ему. Римский офицер делает, он требует, чтобы у Павла была возможность объяснить, что происходит. Может, у вас есть какие-то мысли, пожалуйста? Хорошо? До конца главы, с 37 стиха. При входе в репость Павел сказал тысячначальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь по-гречески, так не ты ли тот египтянин, который перед всеми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал, я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного келякийского города, прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил? Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Был революционер, которого упоминает сам римский офицер, его называют египтянином. И действительно, вот у иудейского историка Иосифа Флавия есть описание этого человека. Допустим, Иосиф Флавий называет этого человека египетским лжепророком. То есть это был человек, который собрал очень много людей. Вот наш текст в Писании говорит, что это было четыре тысячи человек, а Иосиф Флавий, историк, он говорит, что это было тридцать тысяч человек. Ну, как бы то ни было, братья и сестры, была большая группа людей. И вот этот вот египетский лжепророк пообещал этим людям, вот стены, по его приказу, стены Иерусалима упадут. И они смогут ворваться в город и одолеть римлян. То есть это было восстание против римлян через египетского лжепророка. Но вот опять Феликс, прокуратор Феликс и его войска, они вмешались. Людей этого лжепророка кого убили, кого захватили, кого разогнали. А сам лжепророк исчез. Ну, как бывает очень часто. И вот теперь этот офицер, он думает о том, что он появился, да, и Павел немножко объясняет ему о своей личности. Посмотрите, как, ну вот, этот римский офицер, он успокоился, когда, во-первых, услышал Павла, говорящего на греческом языке, и потом, когда Павел сказал о том, откуда он родом. То есть, скорее всего, вот, если человек начал говорить на греческом языке, ну, это говорил о том, что он не разбойник. И потом, когда он сказал, что он из города Тарс, между прочим, дважды Павел будет говорить, что он из города Тарс, и всякий раз это имеет какое-то действие. То есть, ну, опять вот так вот говорят, что город, где родился апостол Павел, был очень известным городом в Римской империи. И он славился не своим материальным богатством, а он славился своими университетами. То есть, это был какой-то интеллектуальный центр, которому принадлежал, которым родился апостол Павел. То есть, это, ну, наверное, все-таки дает уверенность вот этому римскому офицеру, что такому человеку можно позволить говорить. И он все-таки, наверное, еще и имеет на это право. И вот офицер все-таки уважает право этого человека. В 40-й стих сделалось глубокое молчание, и Павел начал говорить на еврейском языке так. Ну вот, смотрите, греческий язык, теперь еврейский язык. Это, ну, так вот опять говорят, очень интересно. Вообще, вот родной язык евреев, иврит, вот к тому времени, когда жил Господь, или когда жил уже апостол Павел, он был почти утрачен. Жители Палестины разговаривали на армейском языке, или язык, на котором говорили в Сирии. Иврит, или еврейский язык, он сохранился в храмовом служении. То есть, ну, такие фарисеи, как апостол Павел, ученые люди, может быть, священники, они знали этот язык. И вот здесь, когда вот рассуждают все-таки, на ком языке говорил апостол Павел, то есть, ну, делают такое предположение, он говорил либо на арамейском, либо на иврите, что опять, мы видим, произвело сильное впечатление на людей. То есть, опять, скорее всего, были вот такие евреи, которые не знали, допустим, храмового языка. И поэтому, если человек начал разговаривать на этом языке, ну, как-то появлялось какое-то уважение к нему. Хорошо, братья и сестры, вы не замечаете, что вот, ну, как-то заканчивается сороковая глава, ну, двоеточием. Да, и, казалось бы, ну, глава, она должна заканчиваться какой-то мыслью, не так ли? Но опять это говорит нам о том, что деление Нового Завета, это было уже сделано Евангелистом Лукой. Допустим, книгу Диани Лука не писал главами и стихами. То есть, это была одна книга. То есть, на стихи и на главы Новый Завет и Ветхий Завет поделили люди, это были ученые люди. Они это сделали для удобства, чтобы можно было легко найти, легко ориентироваться. И мы видим, что это нам с вами очень помогает. Но не всегда это очень удачно. И не всегда удачное разделение, особенно вот в этом месте. То есть, казалось бы, что глава не может здесь оканчиваться. У нас еще есть несколько минут. Давайте мы прочитаем. Первые восемь стихов, двадцать второй главы. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал «Я иудеянин, родившийся в Тарсе-Киликийском, воспитанный всем городе, при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последовательствиего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне пересвященник, и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне «Савл, Савл, что ты гонишь меня!» Я отвечал «Кто ты, Господи?» Он сказал мне «Я Иисус на заре, которого ты гонишь». Опять очень интересно, если сравнить повествование о том, что происходило со Стефаном. Мы с вами уже нашли какие-то сходства, то есть обвинения были одинаковые. Точно так начинает свое обращение к Синедриону Стефан. То есть Павел как бы повторяет его «мужи, братья и отцы». Посмотреть на самого апостола Павла, его подход очень к людям, которые только что пытались его убить, которые обвиняли его ложно, неправильно. Посмотрите, вот какой осторожный подход к этим людям. То есть как он начинает свою речь. «Мужи, братья и отцы». То есть он хочет, чтобы была связь с этими людьми. Павел, очень интересное слово. «Выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Так вот говорят, братья и сестры, вот это вот слово, слово «оправдание». Необходимо понимать не так, как сегодня, допустим, понимаем его мы с вами. А оправдание, это сегодня используется, если человек в суде, это представление обоснованных ответов на обвинение. То есть совсем не в этом, не это делает апостол Павел. То есть если бы это было оправдание в том смысле, в котором мы с вами понимаем, то ему нужно было бы ответить на обвинение. То есть он должен был бы сказать, меня неправильно обвиняют. Вот тогда было бы это оправдание. А слово «оправдание» имеет очень интересное значение. Вы знаете, вообще в последующих главах очень много говорится о том, что Павел находился перед одним правителем, перед другим правителем. И очень часто он использует это слово, слово «оправдание». Давайте проследим использование этого слова. 24 глава, 10 стих. «Когда правитель дал Павлу знак говорить, Павел отвечал, зная, что ты многие годы справедливо сводишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело». То есть опять Павел говорит, я буду защищать мое дело. В 25 главе о нем написано, что Павел в оправдание свое говорит, я не сделал никакого преступления. «Грипа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простевшую руку, стал говорить в свою защиту. Когда Павел так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел. То есть посмотрите, всякий раз апостол Павел использует вот это вот слово «оправдание» или говорит в свою защиту. Что это значит? Для нас это тоже слово имеет значение. Ну, во-первых, братья и сестры, у Павла было очень важное повеление Господа. Оно заключалось в следующем. «Возложат на вас руки, будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут предцарей и правителей за имя мое». Павел это хорошо знал. «Будет это вам для свидетельства». «Будет это вам для свидетельства». То есть Павел это очень хорошо понимал. Господь даже дал такое вот повеление. «Положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что говорить, ибо я дам вам уста и премудрость, которые невозмогут противоречить или противостоять все противящиеся вам». То есть защита вот для апостола Павла в первую очередь включала в себя смысл свидетельства. Павел понимал, что вот для него сейчас возможность свидетельствовать, сказать о Господе, потому что именно такое предупреждение дал ему Господь, «Когда руки наложат на вас, когда поведут вас перед царей, знайте, это вам для свидетельства». То есть Павел не просто защищает себя, а чтобы оградить от каких-то ложных обвинений. То есть для него это время исполнить повеление Господа. То есть это очень интересное слово, вот слово свидетельства. И вот ответы Павла показывают, что все его поведение, оно оправдывается послушанием заповедям Господа. И вот поэтому это средство проповеди Евангелия перед правителями и перед царями. Ну, я думаю, вы слышали вот такое вот слово «апологетика». Апологетика – это наука, христианская наука, вот задачей, которая служит доказательство истинности христианского учения. То есть есть целое учение, которое называется христианское учение «апологетика». Это учение, которое рассматривает, учит людей, ну, правильно защищать свою веру. Что говорит на одно обвинение, что говорит на другое обвинение. Вы знаете, братья и сестры, что вот это вот слово «защита» или вот «оправдание», которое использует Павел, оно имеет отношение к нам. Посмотрите, что пишет нам апостол Петр. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением». Вот если бы мы с вами читали Новый Завет на языке оригинала, на греческом языке, Павел говорит «выслушайте мое оправдание». То есть то же самое слово по отношению к нам использует апостол Павел. А у нас с вами должна быть такая способность дать ответ скротостью и благоговением. О чем это нам с вами говорит? Нам это говорит о следующем, братья и сестры. Если кто-то когда-то, Господь даст такую возможность, спросит нас, «Почему вы верите?» У нас должна быть способность, достаточно знаний, чтобы объяснить. Или во что вы верите? То есть Петр нас учит, Господь нас учит дать ответ. Это наша с вами задача. Мы должны это делать, и мы должны это делать скротостью и уважением по отношению к людям. Ну и последнее, на что обратим внимание, опять, братья и сестры, поведение Павла в такой ситуации. Посмотрите, как он говорит с людьми, о чем он говорит с людьми, которые только что хотели его убить. То есть он смело произносит свою речь и защиту вот этой вот враждебной толпе. Очень осторожно. Он делает это с большой чувствительностью. Мужи, братья и отцы, посмотрите, он говорит вот в третьем стихе следующие слова. «Ревните ли я по Боге, как и вы?» То есть он называет их безбожниками, не называет их людьми, которые неправильно ничего не понимают. Он говорит, у вас есть ревность по Боге. «У меня тоже такая ревность есть», говорит апостол Павел. То есть в послании к кремлинам он будет это объяснять, что не по рассуждению. Имеет ревность по Богу, но не по рассуждению. То есть вот на этом мы с вами остановимся. Ну, я думаю, братья и сестры, как вот для себя что-то оставить вот из этих вот рассуждений. Все-таки, наверное, поведение апостола Павла перед людьми. То есть даже те люди, которые вот только что хотели его убить, кричали, ложно обвиняли его, у него очень осторожный подход. Вот с глубоким уважением, вот, наверное, как точно учил апостол Петр, да, кротость и благоговение, дать ответ с кротостью и благоговением, дать ответ людям. То есть этому мы с вами можем научиться. И, конечно, вот эти вот пути Господни, которыми иногда Господь ведет вот своих людей, через такие трудности и через такие испытания. Может быть, у вас есть что-то добавить? Пожалуйста. Хорошо. Ну, тогда наше богослужение закончено. Если Господь позволит, в воскресенье в 10 часов утра у нас будет праздник жатвы. И также, ну, как-то говорили, мне кажется, еще не точно, но, скорее всего, в воскресенье вечером у нас будет еще одно богослужение, потому что к нам в гости приедет брат Франц Геркардович Тесин. Но об этом будет дополнительно сказано в воскресенье в утро. Хорошо? Давайте мы помолимся и будем расходиться. Отец наш Небесный, мы хотим сердечно поблагодарить Тебя за это служение, которое мы провели вместе, что мы в доме молитвы, вокруг Святой Истины Твое, Слово Твое. Мы сегодня слышали и о ценности жизни человека. И мы рассматривали пример великого апостола, апостола Павла. Просим Тебя, чтобы эти тексты, это Писание осталось в нашем сердце. Также нуждаемся и просим Тебя, благослови и храни нас при нашем расходе. Аминь. С миром Божьим!